Пульт привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. Сегодня хочу поговорить с вами на тему, как получать пользу, и только пользу, от таких упражнений, как приседания и становая тяга. Продолжение следует... В подъемах штанги на бицепс, если вы будете делать его неверно. И по статистике это самое первое упражнение, которое приносит грыжи и протрузии в поясничный отдел позвоночника. Гораздо проще получить травму колена, делая разгибания ног в тренажере. И обо всем об этом я рассказывал уже не раз, пояснял почему, за чего, как происходит. Что же самое главное понимать, уяснить с первых шагов тренинга, особенно когда делаете такие упражнения, как приседания и становая тяга. А я надеюсь, что вы все-таки делаете их. А если не делаете, то после этого видео начнете делать. Если вы думаете, что я чем-то отличаюсь от вас, то вы ошибаетесь. Я так же, как и большинство, ненавидел приседать. Хотя очень любил делать становую тягу. Делал ее чуть ли не на каждой тренировке. Очень любил, у меня перло. Я дошел в вес фармакологии в становой тяге до 210 килограмм. Не такой уж большой результат, согласен, но для меня это было нормально. И я очень хорошо чувствовал мышцы именно в работе при становой тяге. Приседать я не любил, потому что не умел, не хотел. Ноги у меня всегда были здоровые. Спасибо генетике, спасибо папе, который всю жизнь занимался велоспортом. Накачал себе огромные ноги. И мне это перешло по наследству. Так вот, друзья, вернемся к теме. Самое главное, первое, что нужно уяснить, это никогда, ни при каких условиях, мы не работаем до отказа. В отказ, за отказ. В таких упражнениях, как присед и становая тяга. Никогда. Именно когда вы подходите уже к вашему отказному повторению, ваша техника нарушается. Не то, что нарушается, а вы, чтобы преодолеть вес, который критически давит на вас. Зачастую грешите техникой. Все мы грешим техникой, когда пытаемся шагнуть, перешагнуть свой барьер, который у нас, кстати, здесь. Если вы будете соблюдать вот это одно правило, вы никогда не травмируетесь. Вы будете получать от глубоких приседаний только пользу. Будете укреплять те мышцы, которые не работают нигде больше, которые реально помогают вам для того, чтобы не получить травму. Которые будут защищать вас, служить профилактикой. И касается это и приседа, и становой тяги. Если вы уже имеете грыжу и протрузию, то, друзья, это показывает моя практика. Практика уже больше тысячи человек, которые пытаются, занимаются по моим методикам. И практика, кстати, некоторых других блогеров. Недавно вот смотрел, не помню, парня одного. Он пауэрлифтер, довольно-таки грамотный человек. По-моему, Смирнов. У него немного подписчиков. Но, друзья, призываю вас не смотреть на то, какое количество подписчиков у блогера. Это никак не характеризует его в русском ютюбе как специалиста или не специалиста. Поверьте, люди, большинство, у кого очень много подписчиков, просто тупоголовые, которых вообще людям показывать нельзя. Не то, чтобы кто-то брал у них советы. Поэтому никогда не смотрите на то, какое количество подписчиков у того или иного блогера. Послушайте, о чем он говорит. Посмотрите на его учеников, на его достижения. И делайте уже выводы. Так вот, даже если у вас есть грыжа, протрузия, нужно приседать и делать становые тяги. Но именно в такой последовательности. Сначала нужно будет укрепить наши мышцы приседаниями. Желательно фронтальными. Что, кстати, делал и я после того, как получил грыжу. После того, как три года меня врачи лечили, лечили. И мне становилось только хуже. Здесь сразу сделаю отметку. Потому что многие скажут, чему ты можешь нас научить? У тебя у самого травмы, ты весь переломан. Друзья, я не переломан ни в одном месте. И все травмы, которые у меня есть, их у меня много, получены не в спорте. Ни одна травма, которая у меня есть, не получена в результате выполнения того или иного упражнения. Все было в быту. И спортом, физической культурой, правильнее говорить. Я это все исправлял. Начинал с фронтальных приседаний. Буквально с пустым грифом. Где-то через пару месяцев начал приседать уже с 60 килограммами. В течение года дошел до 100 килограмм. И после этого только стал приседать уже со штангой на плечах. Через год я добавил становую тягу. Когда меня уже практически, в принципе, не беспокоило. Когда я уже не испытывал никакого серьезного дискомфорта. Были еще иногда какие-то такие прострелы иногда. Но не с такими серьезными болевыми ощущениями. В становой тяге я подходил еще более щепетильно. Я очень долго работал просто с 60 килограммами. Просто отрабатывая свою и так уже годами наработанную технику. Просто получая удовольствие, чувствуя, как работают мышцы. Как меня ничто не беспокоит. И потихонечку, потихонечку, еще через год я уже снова тянул за 200. И сейчас я приседаю за 200 и тяну за 200. И не испытываю никаких проблем. Кстати, если я начинаю забывать о приседах, о экстензиях в начале тренинга, о гиперэкстензиях. То я сразу же, уже через буквально неделю, начинаю ощущать дискомфорт. В области поясницы, в области ягодицы. Болей нет, но появляется дискомфорт. И это сразу же меня снова вводит в жесткий режим. Друзья, мы должны заботиться о себе. Никто о нас не позаботится. И экстензии в начале тренинга, гиперэкстензии в конце. Ежедневная гимнастика, минимум утром, вечером и после тренировки. Плюс приседания грамотные и становая тяга. Сделает вашу спину, даже если она уже получила определенные проблемы в виде грыж, протрузий. Самую мощную спину. И благодаря приседу, благодаря тяге, вы будете становиться сильнее, если вы парень. Вы будете становиться красивее, если вы девушка. Естественно, и в том, и в другом случае, все будет зависеть от питания. От режима дня, режима сна. Также нужно понимать, что как можно меньше нужно сидеть. Обратите внимание, что грыжи сейчас появляются у детей уже в школе, в школьном возрасте. Почему? Раньше такого не было. Раньше грыжа, раньше 25 лет вообще считалась нонсенсом. Да все очень просто. Потому что ребенок должен бегать, играть, прыгать. Но ни в коем случае не сидеть. Это самое тупое, что мы сделали с нашими детьми. 5-6 дней подряд, по 6 уроков. Ну, это издевательство, друзья. Это прямой путь к быстрой инвалидности. Задумайтесь об этом. Если у вас есть дети, поговорите с другими родителями. И на школьном собрании поднимите вопрос, чтобы вашим детям на уроках каждые 15-20 минут хотя бы их поднимали просто на 30-60 секунд. Это не сложно. Но это научит и детей, и учителей задумываться о своем здоровье, следить за своим здоровьем. Не забывайте, профилактика это наше все. Гораздо легче и лучше и качественнее будет ваша жизнь, если вы позаботитесь, подумаете о том, чтобы предотвратить, а не уже бороться с имеющей появившейся проблемой. Это очень-очень важно. Гуляйте, гуляйте сами со своим любимым человеком, мужем, женой, с детьми ежевечерне перед сном. Вы не представляете, насколько это будет положительно влиять, во-первых, на атмосферу в вашей семье и насколько это будет полезно для вашего позвоночника. Не забывайте, что позвонки, в отличие от всего другого организма, не получают питательных веществ с кровью. То есть питательные вещества с кровью в наши позвонки не поступают. Питание происходит в позвонках за счет диффузии. Что такое диффузия? Как это происходит? Представьте себе губку, вы ее сжимаете, разжимаете. Вода входит в нее, выходит. Точно так же и позвонки. И представьте, вы сели на жопу и сидите на работе, в школе, в институте, дома. Нету никакой диффузии. Вы только сжали ваши позвонки и вывели воду из позвонков. Нету прихода, нет питательных веществ, нет нагрузки. И вы просто убиваете себя, убиваете свой позвоночник в области поясницы. Так вот, единственное, что вы можете сделать для своего позвоночника, когда он вам скажет спасибо, это гулять. Не бегать, ни в коем случае не бегать, даже если вы здоровый человек. Не бегайте, это не здоровье. Кто бы что ни говорил. Просто гуляйте пешком. Гуляя пешком, вы как раз таки запускаете вот этот процесс диффузии. Происходит сжатие-разжатие, сжатие-разжатие. Причем такое дозированное, физиологичное, не получает травм позвоночник, получает питательные вещества, мышцы необходимые получают нагрузку. Почему я говорю о необходимости каждую тренировку заканчивать гиперэкстензией? Когда корпус закреплен, а двигаются ноги, не путайте с экстензией. Именно по той простой причине, что это вообще единственное движение, которое вы можете сделать, чтобы позвонки поясничного отдела позвоночника получили декомпрессию. Что это значит? То есть, чтобы они растянулись. Все, что мы делаем, ходим, сидим, неважно, что бы вы ни делали, какое бы упражнение вы ни делали, сидя, стоя, лежа, происходит процесс компрессии. А декомпрессии не происходит. Вот почему очень важно делать гиперэкстензию. Но еще и по той причине, что внутренние мышцы позвоночника, именно в поясничном отделе, работают просто идеально в этом движении. Вот лучше не придумаешь. И, кстати, в очередной раз напомню вам, что этот тренажер придумал Луис Симмонс. Величайший бодибилдер, который получил травму позвоночника, сломал вообще свой позвоночник, сел в инвалидное кресло. Врачи сказали, что все, никогда даже ходить не будешь. Но человека это не остановило. Он думал, изобретал, изобрел вот этот тренажер. И через небольшой промежуток времени он встал с инвалидного кресла. Встал, пошел, врачи офигели. Но весь мир обалдел, когда он вернулся в большой спорт. Не просто вернулся, а стал устанавливать новые мировые рекорды. Вот, друзья, что такое воля, что такое грамотный подход. Если мы будем слушать врачей, нам нужно только лечь, накрыться одеялом в гробик и ждать, когда ты умрешь. Но это тупой подход. Это тупой подход тупой медицины. И наши врачи в этом не виноваты. Их так учат в институте. Он не знает, что делать. У него не было такого опыта. Естественно, он не хочет брать на себя грех, советовать вам делать то или иное упражнение. Да он сам-то никогда тяжелее ручки ничего не поднимал. И мы слушаем этих людей. Нельзя, друзья, нельзя. Нужно находить, если врача, то какого-нибудь грамотного, при какой-нибудь спортивной команде, который грамотный специалист в области лечебной физкультуры, который вам действительно что-то поможет. Запомните, только движением можно что-то исправить в своей жизни. Вообще, пусть это касается ваших любовных отношений, вашего бизнеса, вашего здоровья. Движение. Только вы остановились, все это застой. Застой это откат. Это как вода в стоячем водоеме, по-любому зацветется, гниет и завоняется. А если вода движется, течет, она никогда не протухает. Подумайте об этом. Никогда не бойтесь приседаний. В любом возрасте можно и нужно начинать это делать. Конечно, нужно это делать грамотно, задумываясь о том, как и что вы делаете. Никогда не гнаться за весами. И, друзья, будете здоровы, будете благодарны себе. Ваша спина будет вам благодарна. Отвечу на вопрос, почему все инструктора начинают всех гонять по тренажерам. Если вы скажете, что все они тупые. Да, друзья, все они тупоголовые. Либо, не забывайте, что это фитнес-индустрия. Им плевать вообще на то, получите вы какой-то результат или нет. Им главное, чтобы вы приходили, покупали персональные тренировки и по возможности поменьше тратить на вас время. А как это делать? Да очень просто. Посадил в тренажер жопой человека. Он там свои штаны протирает до дыр. Сложно как-то неправильно сделать в тренажере что-то, да? Потому что там уже задано движение. Хотя находятся люди, изобретающие новые виды движений. Вот как это все работает. И когда ты понимаешь, что фитнес-это бизнес, открываются глаза. Хотите разбираться? Ничего в этом сложного нет. Купите для начала себе просто учебник по спортивной анатомии, физиологии. И почитайте, что нужно знать о мышцах в первую очередь. Какие мышцы? Я вот написал об этом статью, снял видеоролик. И мне люди до сих пор пишут, что они вообще не могут нигде найти такую информацию. Друзья, можно, если откроете учебник по спортивной анатомии. Естественно, никакой блогер, никакой инструктор, который не изучал ничего, что нужно, кроме того, как подсадить вас на вечную иглу покупки персональных тренировок. Самое главное, что первое нужно знать о мышцах, это то, что мышцы бывают фазические и тонические. Если вы не читали мою статью, не смотрели мой ролик, скажите мне, вы когда-нибудь вообще слышали о таких мышцах, о делении мышц именно на такие категории? 99,9 из вас никогда даже слыхом не слыхали об этом. А попробуете погуглить, то не найдете. Почему, друзья, почему, когда это самое первое, что должен знать любой инструктор, любой человек, взявший на себя смелость, ответственность тренировать людей? Мне вот это непонятно. Но каждый знает, что есть эктоморф, мезоморф, всякую чушь, которая действительно не нужна и не работает. Поверьте, неважно, какого вы телосложения, парень или девушка, для всех для вас, физиологически, биохимически действуют одни и те же процессы, вызываемые одними и теми же движениями. Не нужно слушать вот этот индивидуализм головного мозга. Я знаю, я тоже хочу быть индивидуальным, мне тоже хочется казаться, что я не такой, как все. Но, друзья, это не так. Мы все с вами одинаковые. И только по этой причине, что мы с вами все одинаковые и существуют такие дисциплины, как медицина и многое другое. Иначе, если бы мы все были действительно супериндивидуальны, то для каждого из вас нужно было бы открывать свой мединститут, потому что все мы индивидуальны. Так вот, друзья, давайте действительно быть индивидуальными и отличаться от других тупых людей, занимающихся с нами в тренажерных залах. Выгодно отличаться тем, что мы с вами хотя бы задумываемся, почему и что мы делаем. Спасибо, что смотрели. Поделитесь обязательно этим роликом в своих соцсетях. Этим вы скажете мне спасибо. Сделайте очень полезное дело для других людей, кто его посмотрит. И просто будете молодцы, красавчики. Всем сухой мышечной массы и силой без травм. Субтитры сделал DimaTorzok